Добрый вечер, друзья, 21 января. Вот, наше общение продолжается. Так, хотите, мы продолжим это. Вы начали первую строчку. Сейчас я постараюсь продолжить. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую с пелой гроздью на рву, и друзей созову, на любовь в свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу. Приходите, друзья, вы ко мне на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Да, простит мне мой Бог все земные мои прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной живу. Да, замечательные строки, и такое забить нельзя. Спасибо вам, что напомнили об этом. Замечательно. Здоровья вам. Спасибо еще раз. Продолжаем. Я почему прервал, у меня видео пролить только две с половиной минуты. Так, я специально вначале показал вам человека, вернее, вы услышали человека, который душа поэст, у которого душа настоящего человека, настоящий садовод. Макаров Алексей Иванович, город Облинск, район города Облинска. Давайте я его дальше буду знакомить без лишних эпитетов. Так, вот самый крупный персик, который просто не купили вовремя, теперь он у меня остается. Видите, мой эпитомик превратил в сад. Там подряд было дерево. Эти персики сейчас купят. Это арбузы, пожалуйста, вот они уже есть. Вот они в полпопрадов в этом году. Вот. В прошлом году доходили до 19-ти плода. Видите, я вот так вот на черную пленку посадил. И все вокруг укуруза. И поэтому ему жарко тепло и неких сорняков. Это все идет в питомник у меня, пожалуйста. Но даже на этих гиревцах будут лететь из питомника. А все равно есть плоды. Нет-нет, там один-два плодика. Вот видите, уже упал. Вот здесь он висел. Вот это вот судьба многих уникальных садоводов. Вот. Я специально на этом акцент делаю. Да, вот они плодоносят. Да. Они остались в саду. Сергей Железов, такие я вырубал. Потому что лишней земли у нас нету. И в стране для уникальных садоводов земли нету. Вот. Страшная эта вещь. Вот, Дмитрий Борисович, показывал мне, я показывал вам в фильме. Переростки. Не выкупили, пропали. Железова. Сергея. Тоже пришлось. Выкопал, упаковал, не приехали, костер. Это были жердели. Но какие жердели, это лучшие жердели в мире, скажем так. Но так же, как среди плебеев, тоже есть свои эти самые уникальные вещи. Если жердели считать плебеем. Слушаем дальше. В абрикосах. Все в абрикосах. Теперь уже они большие. Их не попадать, не выкопать. Ну, значит, теперь буду здесь позвоночник нас кормить. Вот. Это полезки крупноплодные. Это еще жестковатые. Так что, если бы вы приехали, вот, смотрите, еще одну. Соседи деревья, которые прибыли в продажу. Ну, было много потерь. Сейчас это было бы у него. Так. Это тоже питомник. Это яблони, грушевый питомник. О, направляй, пожалуйста. Вот там. Много огушин. Для каждой бирочки это один носок. Вот на этой четыре бирки. Четыре сотра огушин. А вот еще носок яблок. Яблони, смотри. Видите, это из-за чип яблони. А это грушевый. Опять тормозил. Опять тормозил. Почему? Ой, ну что же это такое творится-то? Есть места, где прекрасно чувствуют себя яблони. Ну, груши, ну никак, ну никак. И вдруг. Вот там еще один пример. Это уже не первый случай, когда Алексей Иванович меня знакомит с так называемыми мультидеревьями. Вот. Можно. И это можно. Вот. Кульсовое дерево, крупноплодный. И посмотрите, какие плоды. Скажем, вот. Это, вот, Мальшутский. И в разах три точно, в разах три больше, по леске крупноплодные. Видно, да? Вот так вот. И потому, что они еще не созрели. Вот здесь срок. Вот здесь срок. Нет, вот он сейчас пойдет. Смотрите, его уже взвешивать. Вот. Но он не самый крупный. Это еще зерно наливается. Первый. Нет, это еще бесит. Как же тише. И вот, тут целый ряд. Раз, два, три, четыре. Четыре дерева, да. Четыре дерева, это все по леске крупноплодные. Этот, уважаю, еще зреет. Смотрите. Усыпанный. Усыпанный, потому что плоды крупные. Я что делаю? Так, что где-то можно вот так подпорку поставить. А чаще всего ремнями. Это лучше. Ремнями, брать. То есть противоложные. Так, мы еще с вами посмотрели одно кино. Еще не все. Внимание. Подпорка, это как? Ветер качнулся в одну, в другую сторону. И бывает, редко разгружается, если ветер, скажем, со стороны подпорки. Подпорка выпадает из-за наземного внутреннего. Вот, и все. Дальше этого черта назад и отламывается. Дело в том, что абрикосовая плевесина, она лучше их рукая. Поэтому лучше всего вот такими стягивать друг другую ветку вот так взять. Не стягивать специально, нет. Отстраховывать. Вот эта ветка никогда не отломается. Какой бы стоман не лиднул ветер. Они обе держатся, да, основной ствол. И если они друг за дружку держатся, это самое надежное. Кстати, чтобы надо отпортиться. Эта птица клюнула. Дальше. Ну, не могу я без комментариев. Ну, простите меня. Птица клюнула. Вот. Запоминайте. Наши главные дегустаторы – это не мы. Что мы в этом понимаем? Дегустаторы – это муравьи – раз, птицы – два, шмели – осы, пчелы – три. Вот. И там, когда они уже упадут на землю. А, еще это. Видел еще сотни этих божьих коров. В общем, запомните, невкусные не трогают. Трогают только вкусные. Поэтому, то, что наклюнула птица, значит, это будет прекрасный сорт, когда дозреет. Вот. Дальше у нас лежи, влага, и любой плодик может испортиться. Ну, птица. Им интересно. Именно один. Еще, вот секунду назад, да, я просто поражаюсь вот этому невежеству. Ну, знает мой друг Алексей Иванович. Сейчас я останавливаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не успел. Сейчас, чуть назад. Вот. Вот это и есть то, что принимают за болезни. Они, хватаются за голову и начинают, не зная, что их, это, на такие плоды садятся осы пчелы и своим жалом прокалывают, пьют уже почти нектар. Ну, не нектар, но почти нектар. Значит, они пьют глюкозу. А потом начинают портиться, я показал такие примеры у себя. И очень удачный, Алексей Иванович, вот этот фильм ваш. Для разъяснения, не для вас. Вы-то знаете, что птица. У вас наблюдательность такая, что равным вам нету, по-моему. Вот. А принимают за грибные болезни. Почему? Портится плод после любой дырочки, сделанной птицей или пчелой. После этого плод начинает портиться. Караул. Вот. Чего только не на выдумывать, чего только не на придумывать. И вот дерево подвергается уже атакам людей теперь, психиатрохимикатами. И каким умным видом всё это, а ещё не всё. А я вот возьму и назад сейчас. Вот смотрите. Видите? И теперь представим себе, пройдёт ещё немного времени, Алексей Иванович подтвердит. Довольно много плодов будет испорчено прямо на дереве. А добавляется ещё дождливая погода к этому. К сожалению, абрикосы, они засуху устойчивы. Они любят сухость. А здесь, извините, в Подмосковье не бывает ни одной недождливого лета или осени. И вот получается, что те, кто смотрят у себя в саду на такую же беду, не зная, что это птицы берут своё, насекомые берут своё, попросту говоря, начинают кушать плоды прямо на дереве по мере созревания. Что они выдумывают? Самое мудрое, знаете, как в этом сказке? О, мудрое из мудрых! О, мудрейшее из мудрейших! А вот сейчас найти бы мне вот тут вот такой бы подходящий момент. Не успокоюсь, пока не найду. Вот нам нужно хорошо видимое дерево. Так. Вот. Кстати, вы доходите в абсолютно здоровом саду. Подпорки есть, но деревья не калечил. Ну, найти бы жалко, не получается. Короче, они берут и, видя, что плоды караулу портятся, принимают это за болезни и начинают осветлять кровно. То есть вырезать очень разные ветки. Одни советуют. Прямо-таки столько ненужных веток. Их девять видов придумала только Академия имени Академия 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 Академия. А я не буду говорить, какая. Уже на слуху сами знаете. Ладно, Тимирязевская. Она не виновата. Тимирязев не виноват. Там такой современный уровень преподавания. Все ветки лишние. И, видя совершенно ни к чему ошибочное мнение, начинает калечить дерево. Самые крутые при этом говорят. А давайте поведем, а еще вот такую селедку вырежем, вот такую чашу. Пусть у нас солнце идет. Из бессоздорового дерева мы имеем абсолютно больное. Так, ну что, давайте еще сейчас мы с вами еще послушаем немного. Алексей Иванович. Добрый день, Валерий Константинович. Валерий Константинович, я человек открытый. Я ни от кого не скрываюсь. Я не даю свои, скажем так, практически... До сих пор не знаю, нет ли у вас своего канала. Вот. Так, сокращаю разговор. Нет у него своего канала. К нему людей приводит популярность его. И тогда я говорю, ну видите, что наверху нарисовано. Плюс 7, ну то есть может быть 8, 920, 897, 8605. Это его телефон. Раз. Теперь на сайте, на вебинаре я уже рассказал. Вот еще покажу его фотографию. И я уже рассказал, его адрес давал. Так. Так что я свою роль выполнил. Теперь. Теперь. Вот мы на этом закончим этот небольшой ролик. А потом мы еще продлим как. Его монологи, его диалоги с кем-то. Это настоящая кузница, как это говорю. Кавказ это и житница, Кавказ это и... И все. Вот так у нас. У нас Макаров это и умница. Вот. И это. И грамотность невероятная. И работоспособность. И все. Каждый его ролик для меня представляет ценность. И я вам это все доложу. А пока я заканчиваю именно этот кусочек. И будет еще один. Так. Остановить трансляцию. А нет. Остановить.